привет друзья смотрел с удовольствием всегда смотрю с восторгом как выступает дорогой мне друг роман газенко роман газенко сразу вспомнил он когда говорил о культурных кодах и о том что ну конечно образ будущего необходимо как же вот как раз таки хотел сказать что вот в этой нашей книге национальной идеи россии генератор будущего там как рассказано о том что россия находится между западом и востоком и поэтому все время переписывают доминанты у меня все время история заново переписывается потому что то под доминанты и материальных ценностей то под доминанты значит духовных ценностей все время переписывать свою историю заново но сразу вспомнил я марки захарова к сожалению нет его сейчас нет янковского который играл в этом фильме убить дракона нет абдулова который играл в этом фильме но вечные ценности в том числе и вот эти вот культурные годы когда мы забыли уже об этих великих вещах великих произведениях они тоже работают на развитие культурных кодов человека правда же и там ланселот помните как он удивлялся сначала почему люди порабочены почему дракон диктатор такой над ними издевается и он удивлялся и когда они там ну как-то встретились но это посмотрите этот фильм заново это стоит того ну и дракон сказал что люди привыкли к этому и себе иначе не представляют и им это нужно ну и в конце концов дракона он убивает ланселот и получается такая история что люди уже освободившиеся от диктатора у них началась паника потому что они не знаю что с этой свободой делать там начинается всякое безобразие и в результате там ключевой такой момент что прежде чем убить дракона надо убить его в себе потому что ланселон потом начинает навязывать эти свободы и тоже превращается как бы в этого дракона ну короче говоря речь идет о чем что я хочу сказать что как же быть как же быть человеку который не знает что такое вообще свобода никогда не был свободен всегда штампами какими-то шаблонами страхами комплексами стереотипами навязанными парадигмами как ему быть но у нас по методу ключ есть много разных упражнений перебирая которые подбирая себе то что подходит именно синхронно текущему состоянию и своей индивидуальности не только снимается стресс на вместе с этим снимаются и связаны с этим шаблоны человек выходит на состояние безмятежности это упражнение разгрузка то место и в этом состоянии он как бы у него происходит сама идентификация своего творческого начала природного он начинает понимать кто он такой и свое предназначение по природе творец но со своей индивидуальностью и здесь как раз таки и происходит фильтрация всех этих кодов очищение от шлака от мусора от всего навязанного и в конечном счете человек начинает понимать кто он чего он хочет свое я начинает мечтать а мечтание это что такое это образ будущего создает и в этом смысле поскольку человека социальное существо и единое духовно-физическое то есть у него все должно быть согласовано и психические физиологические процессы что и дает метод ключ и в этой национальной идее как раз таки сказано как сделать так чтобы ты освободился от всего этого от мишурея и обнажил для себя самого свой генетический творческий геном потому что человек по природе творец человек по природе хороший если он освободится от стресса в котором он эгоист и потому что он в этот момент инстинктами самосохранения обуреваем бей оцепеней ну там короче говоря вы все это понимаете вы же школе чек будущего хомофутуруса все ролики смотрите наши и мы обсуждаем совместное созидание науки человечности потому что религия кажется не хватило не предотвратила религия не войн не кризисов не пандемии и наука человечности как раз таки и там вот этот метод ключ и понимание что свободы то не одна две свободы внешне которая вектор материальных ценностей и свобода внутренняя вектор духовных ценностей и как раз таки вот это согласование а согласование психических физиологических процессов по существу духовно-физической целостности человека целостность что это такое здоровье периоде да таким образом я вам советую посмотреть и канал аврора выступление моего друга романа газенко и а ланселоте это вечное произведение которое сегодня чем более более мы попадаем в эту ситуацию неопределенности тем желательно и вспомнить потому что опора наша на глубинное свое я природного предназначения выработанной эволюции человек как творец на вечные ценности это доброта человеческая это любовь это настоящность в этом которая всегда его все время воин спасала человека дружба любовь сопереживание потребность сотрудничестве многое другое что мы вместе все делаем поэтому чтобы произвести вот эту саму идентификацию и действительно отрегулировать свои языковые код и языковые культурные код и конечно я с романом газенко почему мои друзья близки потому что кроме того газенко это же фамилия фамилия газенко я еще помню начальника института медико-биологических проблем которые делали все программы для космонавтов и поэтому у нас его дедушка да и поэтому у нас здесь и летающий человечек изображение ключ в состоянии полета внутреннего да и ангел трубач на картине до вестник образа будущего друзья до встречи дальше развиваем науку человечности будем определять понятия что значит сопереживание что же значит чувство бесцельности живого что значит любовь застав человека не любите не сможешь застав человека не творите не сможешь это его природная сущность она обнажается когда он снимает стресс выходит на состояние безмятежности вот этого безвремени вот этой бесконечности но в религии называется общение с богом она там и развивается как раз таки вопреки конкретности и суеты и смятения мыслей вот в этой бесконечности и развивается то у человека его человеческая сущность человечность поэтому наша школа чек будущего на самом деле это школа человечности до встречи друзья